Предприятия, размещенные в особой экономической зоне Оренбуржья, будут подключены к энергетическим и коммунальным сетям, обеспечены автомобильными и железнодорожными путями. Также их освободят от налогов на имущество, транспорт и землю. Чтобы попасть в особую зону, некоторые даже намерены расширять производство. Завод бурового оборудования, например, к этому уже готов. Им нужно попасть в проект ради транспортных сетей. Сейчас мы задыхаемся от отсутствия подвесных железнодорожных путей. И у нас проспект, во-первых, для грузового транспорта. Мы ориентируемся на сумму 500 миллионов, с учетом, конечно, переезда и перевоза основных технологических линий. В среднем вести деятельность на территории особой экономической зоны на 20-30% выгоднее, чем вне ее. Поэтому для нас принципиальная задача – обеспечить предприятиям области возможность быть более эффективными, чем они есть сейчас. Поэтому мы готовы привлекать и российских инвесторов, и международных инвесторов. Но и также очень важно, что те промышленные предприятия, которые уже здесь у нас сейчас, чтобы они имели возможность масштабироваться и расширяться. В этом году, как и в 2022-м, проект особой экономической зоны будет разрабатываться. Затем около полутора лет уйдет на строительство инфраструктуры и прочие подготовительные мероприятия. Некоторые организации решили не ждать окончания формирования зоны в 2023 году и приступать к расширению в ближайшее время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!